Развитие спортивной инфраструктуры в регионе сегодня главная тема часа контроля. На Кубани бум строительства физкультурных площадок, комплексов и залов. В текущем году на эти цели направят 1 миллиард 200 миллионов рублей. Спортивные объекты шаговой доступности должны появляться в каждом районе Краснодарского края. Но свои коррективы в планы, как это бывает, вносят нерадивые чиновники на местах. В прошедшем году неосвоенными остались больше 100 миллионов рублей, а это примерно 3 новых малобюджетных спортивных комплекса. Четкий, конкретный подход здесь. Один раз срыв объекта, больше не надо из одного нерадивого зама, который курирует строительство, лишать возможности новых объектов социальных жителей всего района. Мы не можем сказать, что вы не освоили деньги, поэтому больше мы вам их не дадим. Это неправильно, это нечестно. По отношению к жителям, они здесь не виноваты, что есть зам нерадивые по строительству, которые не в состоянии освоить бюджетные средства, выделены на строительство тех или иных социальных объектов. Жители района не виноваты. Мы начали эту работу с муниципалитетами. Как пример, это у нас город Крымск, мы в ручном режиме сейчас работаем, и глава включился в этот вопрос. Планы-то огромные. Финансово мы их все подкрепили. У нас четкий алгоритм понимания того, что деньги на эти цели предусмотрены, вопленные части уже выделены, а самое главное, они защищены. Осталось дело за малым – построить. В год мы должны построить 15 малобюджетных спортивных комплексов и 10 центров единоборств. И сегодня первые пилоты 10 районов уже готовят проектную документацию на вот эти центры спортивных единоборств, которые к 2023 году будут во всех 44 муниципальных образованиях. Игорь Галась, курирующий в Краевой администрации финансовый блок, наглядно объяснил руководителям районов, почему плохо затягивается строительством объектов. Тот, кто своевременно не делает, он по сути наносит ущерб бюджету. Потому что, а, если переносится на следующий год, это применяются новые индексы-дефляторы, б, если, например, с этого года у нас увеличился НДС. И, соответственно, на эту стоимость увеличились и работы. То, что время, деньги, на себе ощутили сразу несколько районов Кубани. Сроки завершения строительства спортивных объектов в прошлом году сорвали в Апширонском, Услабинском, Кущевском и Белоглинском районах. Сейчас рискуют не успеть в Горячем Ключе. Там еще в прошлом году должны были выйти на финишную прямую. Однако подрядчик до сих пор не приступил к работам. Это подрядчик, который предшественники довели, который по комфортности в середине немножко нас просели. И уже вытаскивали за свои деньги комфортную среду. И, я думаю, он недовытянет. А насколько это повлияет на сроки, которые и так, по большому счету, сегодня уже ушли? По новой провести процедуру электронных торгов, это ориентировочно где-то август месяц. И с августа месяца начать срок, просто просим, если возможно, сдвинуть немножко сроки. Такое ощущение, что не часто это все обсуждает. И глава города, алгоритм вроде как понимает, но как по нему начать двигаться, чтобы с конкретными сроками? Пока этого понимания нет. Значит, не до конца что-то проработано, либо не до конца есть понимание. А значит, и результат туманный. Денис Вячеславович с Андреем Сергеевичем вместе с следующим участком контроля не просто алгоритм, а за неделю его сделаете и начинаете по нему двигаться и выйти на срок. Когда мы в горочем ключе будем перерезать ленточку этого спортивного комплекса. Но речь сегодня зашла не только о строительстве спортивных, но и социальных объектов. Начальник контрольного управления следит за исполнением каждого поручения губернатора. Сегодня напомнил о школе, которую должны построить в одном из пригородов Краснодара. Тем более, что для этого есть земельный участок. Людям в поселке Знаменском обещали, что у них что-то будет. Это 2 гектара, как, я не знаю, бесценная земля. И то мы не можем эту бесценную землю использовать интересам жителей поселка. То, что нужно, школа номер один. Значит, давайте школу строить, брать и строить. Но запроектировать точно должны были уже. Согласен полностью, Вене Иванович. Поэтому для того, чтобы пока разбирались, что же делать, мы проект не потеряли. Мы его перенесли, этот проект Новознаменский, через дорогу. И школа начинает уже строиться в этом году в Новознаменском. Давайте, на следующий час контроля тоже. Анна Весеновна, а здесь вы под свой контроль берите. Максим Иванович, все пометки сделали? Да, да. Все. То есть вы должны докладывать о том, что проект на экспедиции как минимум. Если сейчас не вступим в этом году, ни в какое экспедиции, то, поверьте, это только в следующем году. Это просто уже два года обещаний. Чтобы подготовить ответы на вопросы, озвученные сегодня губернатором на совещании, у чиновников не так много времени. Час контроля проходит каждый месяц. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.